Здравствуйте! Сегодня в центре нашего внимания такая известная, но порой нерешаемая проблема. Люди с ограниченными возможностями в очередной раз борются за свои права и на этот раз за право свободно посещать свое рабочее место. Что же больше ограничивает людей – здоровье или душевная нищета? Об этом мы сегодня и поговорим. И в гостях у нас Эдуард Ахтырцев, председатель общественной организации инвалидов заболеваниями крови и милосердия, Артем Моисеенко, руководитель межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег» и Александр Малахов, адвокат. Ну а почему все эти люди собрались у нас здесь сегодня в студии, и я предлагаю узнать из нашего следующего сюжета. Внимание на экран. Эта мастерская открылась специально для людей с ограниченными возможностями. Услуги по ремонту радиоаппаратуры предоставляются здесь бесплатно для всех категорий инвалидностей. Помещение для ремонтной мастерской людям с дополнительными потребностями выделили в подвальном помещении обычного жилого дома. Но зайти сюда порой тяжело даже здоровым людям. Лестница вся побита, ее видно, вон куски, лед на лестнице. У нас даже перил нету. Помимо этого у нас еще и жильцы хотят выгнать с этого подвала. Сотрудники мастерской хотят установить пандус ко входу, но жильцы категорически против. Разговаривать со съемочной группой управляющая домом Наталья Менджерес согласилась только через дверь. Если он перенесет все, мы лишимся своей территории. Где будут остальные ставить машины, жильцы? Вы представляете, чтобы ему сделать подъемник, еще что-то? Сколько мы места должны им дать? Столько их встать? Мы их выгонять не собираемся, но свою территорию мы тоже не отдадим. Женщина приходит, она постоянно приходит к нам с негативом. И последняя ее фраза, когда она нас посещала, сказала, вам осталось здесь недолго находиться. Но у вас все равно, в подвал заберем. Артем, мы видели на кадрах, как вам помогали выбраться из этого помещения. Вы, честно говоря, когда смотришь этот материал, на душе становится как-то не по себе. Вот скажите, вам вообще, наверное, обидно, и тем более слышат такие слова от жильцов? Или вы все-таки привыкли уже к этому? Ну, на самом деле, я как председатель организации много чего в свой адрес слышу. Потому что, ну, будем так говорить, приходится много с кем общаться. Но те люди, которые еще не такие закаленные, не подготовленные, когда с таким столкнутся, я думаю, что, конечно, они испытают очень такие нехорошие эмоции и ощущения. Поэтому, конечно, проблема есть, проблема существует. Вот эта телерадиомастерская, она очень востребована. Ни в городе, ни в крае подобного нет. И нам бы хотелось, конечно, чтобы на эту ситуацию пристально обратили внимание и помогли решить эту проблему. А вы, уважаемые телезрители, что думаете по поводу этой ситуации? Не будьте равнодушными, присоединяйтесь к нам. Мы работаем в прямом эфире. И телефон нашего эфира 2-20-92-96. И у нас уже есть первый звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья. И вот, что я хочу сказать. Это так возмутительно вообще то, что происходит. У нас в городе, да и в стране вообще очень мало чего делается для инвалидов. И тут вот люди сами смогли, организовали, вырвались из четырех стен, и им еще обламывают крылья и мешают. Это просто издевательство какое-то. Единственное, что мне интересно, а почему у нас и место дали именно в жилом доме? У нас что, в городе каких-то других помещений нет? Ведь надо помогать людям. Да, спасибо огромное, Наталья. Эдуард, наверное, к вам вопрос адресовать хочется. Почему вам дали именно это помещение? Чем руководствовались, когда давали именно подвал в жилом доме? Ну, я скажу следующее. Нам не приходится выбирать. То есть мы обратились в администрацию города Владивостока с просьбой выделить нашей организации помещение. Нам предложили это. Мы как бы выбирать не можем. То, что предлагают, мы, естественно, согласны были. Вот нам дали подвал этот. То есть выбирать не приходится, и то, что дают. А скажите, были какие-то варианты? Или вот конкретно вам это дали, и все, здесь живите, здесь делайте свой экран? Ну, да, предложили подвал этот, да. Мы посмотрели, ну, как бы на первое время нас это устраивало. Сейчас хотелось бы, конечно, сделать подъемник, потому что мы нуждаемся в нем. Александр, вот в конце этого сюжета, который мы только что посмотрели, Эдуард прямым текстом говорит, что приходят жители к ним и говорит, что вам здесь осталось вообще недолго, и мы вас выселим уже совсем скоро. Скажите, это вообще реально? Ну, вообще у нас народ такой, что он любит по горлопанию. Поэтому, я думаю, на это не стоит обращать внимание. Что касается выселения, согласно жилищного законодательства, согласно норм жилищного законодательства, защита жилищных прав осуществляется судом. Поэтому они, ну, как они могут выселить? Это уже самоупрасно. Они могут обратиться с вопросом о выселении, с требованием в суд, но для этого нужны какие-то объективные основания. Например, нецелевое использование помещения, нарушение каких-то санитарных норм, противопожарных и так далее. То есть они прямо установлены, эти случаи, в законе. Но, насколько мне видится, люди ведут нормальную деятельность. Мало того, деятельность нужна другим инвалидам. Поэтому, я думаю, что перспективы сомнительные у жильцов по поводу выселения. А вот, допустим, придомовая территория. Очень многие жалуются, да, что если поставить этот пандус, как говорилось в сюжете, то займут два парковочных места. Ну, во-первых, нужно начать с того, что жители должны, во-первых, хотелось бы с ними сейчас в этой студии поговорить, да, но их нету, к сожалению. Но хотелось бы им задать очень много таких вопросов, на которые, я думаю, у них не будет ответа. Во-первых, вот эти вот крики, которые они осуществляют, заходя в данное помещение, где производится ремонт бытовой техники, должны подтверждаться какими-то правоустанавливающими документами. Они считают, что их права в чем-то нарушены. Какие права? Насколько мне известно, ну, вернее, неизвестно, есть ли, оформлен ли надлежащим образом земельный участок вокруг этого дома. Если он оформлен в соответствии с жилищным законодательством, данный земельный участок может предназначаться только для эксплуатации жилого фонда. Если там организована незаконная парковка, то это прямое нарушение законодательства. Судя из сюжета, я думаю, там больше 40 машин размещено, а согласно санитарных норм и правил расстояние должно быть не менее 25 метров. То есть, если эта территория не принадлежит жильцам, то, собственно говоря, и сами жильцы незаконно ставят вокруг дома свои машины. Конечно, конечно. Но это головная боль всего нашего города. Поэтому мало того, что они сами нарушают законодательство, что даже если бы они каким-то образом хитрым смогли оформить данный земельный участок под автостоянку, автопарковку, в любом случае 10% они должны были предоставить инвалидам. 10% от всего парка. Я вам скажу, что это нереально, потому что данный земельный участок, когда оформляется, он оформляется именно с целевым назначением для эксплуатации жилого дома, жилищного фонда. Поэтому, соответственно, никакого разговора не может быть об автопарковке. Но то, что нет пандуса, Эдуард, я так понимаю, что это еще и мешает вам принять на работу сотрудников, да? Да, совершенно верно. И в вашем же доме, насколько мне известно, на первом этаже живет девушка, а также инвалид-колясочник, зовут ее Татьяна. И она тоже хотела бы работать в вашей организации, да? Да. Но Татьяна знает свою управляющую, Наталью Павловну, совершенно с другой стороны. Именно благодаря ей к подъезду Татьяны установили пандус, разбили под ее окнами клумбу, в общем, сделали все, что могли и помогли. Сегодня Татьяна, она, к сожалению, не смогла прийти к нам в студию, она сослалась на проблемы со здоровьем, но мы можем ей позвонить. И, как мне подсказывают звукорежиссеры, Татьяна уже на связи. Татьяна, здравствуйте, вы нас слышите? Да, здравствуйте, слышу вас хорошо. Отлично. Татьяна, к вам такие вопросы. Скажите, почему вы, как вы считаете, почему ваша управляющая дома поступает именно так? Почему она не разрешает делать пандусы? Ну, как мне кажется, эта проблема, наверное, не только наша управляющая, у вас в общем городе такие проблемы. Но начнем опять же с того, о чем вы говорили. Пандус к моему дому был пристроен, причем не как обычно, два железных лейера, и по нему надо, чтобы кто-то тебя возил, а действительно нормальный, хороший пандус, по которому я совершенно спокойно могу передвигаться. И это только благодаря ей. А то, что касается нового пандуса, который действительно займет вот эти парковочные места, которых и так не хватает, я понимаю, почему она против. Потому что все люди не будут, ну, как бы искать причину или что-то сложительное в этом моменте. Они сразу найдут виноватую в ней и пойдут именно к ней. Ну, как по-русски, это сворачивает кровь человеку. Конечно, она этого не хочет, этого никто не хочет. Проще отгородить проблему всем, чем решать как-то. Я понимаю эту проблему тоже, мне бы тоже хотелось бы решить этот вопрос. Ну, может быть, как-то пойти навстречу друг к другу и придумать какой-то иной вариант, о котором еще не подумали просто. Ну, а какой вариант, например, что вы можете предложить? Ну, я могу предложить только подъемник, который, ну, то есть будет опускать, поднимать. А не пандус, который вот займет большое пространство вокруг дома. А он действительно нужен большой, чтобы угол подъема был невелик. То есть, я так понимаю, вы тоже считаете, что этот пандус, он займет парковочные места, да? Он действительно так мешает жителям? Ну, я не скажу, что он прямо так мешает. Я просто знаю, вот, если отгородиться от того, что я колясочник, да, и что мне это надо, я просто здесь живя, я уже пообщалась с людьми, то есть я посмотрела на то, как все здесь происходит. И я понимаю, что начнутся вот эти внутридомовые проблемы. То есть, большинство жителей дома, они все-таки против? Ну, конечно, естественно. Это в любом доме так. Вот, опять же, пример своим пандусом. Чтобы его построить, нужно собрать более 500% подписей. Ни в одном другом доме никто не смог этого больше осуществить, чтобы построить пандус. А вот благодаря Наталье Павловне, что она задействовала на свои внутренние ресурсы, ну, то есть убедила людей, она смогла это сделать. А тут ее просто не хватит здоровья, ее сил, чтобы людей убедить в необходимости этого. Скажите, а вам лично нужен этот пандус? Подъемник или еще что-то? Ну, конечно, нужен, потому что постоянно же что-то ломается. И если бы даже меня туда не приглашали работать, постоянно что-то ломается. Вот раз в три месяца мне нужно что-то ремонтировать. Но не было бы у меня бабушки. Кто бы туда ходил, пришлось бы мне. А как я туда спускаться буду? Скажите, вы бы тогда устроились работать в эту организацию, если у вас были бы все условия? Да даже не задумывалась бы, сразу бы устроилась. Татьяна, спасибо вам огромное. Ну, вот все-таки интересная ситуация, да, получается, что одних инвалидов оберегают, а другим просто не дают прохода. Эдуард, все-таки, как вы считаете, чем же вы так не угодили-то управляющей дома? Ну, я не знаю, как бы я с ней не конфликтую. То есть, ну, человек приходит иногда нам в помещение, да, находит какие-то проблемы, какие-то высказывают какой-то негатив. Вот. Кстати, я говорил Натали Павловне, что мы собираемся делать пандус. Она сразу же категорически была против. Вот. Сейчас эта действительно идея отошла на задний план. И мы остановились на подъемнике. То есть, будет, скорее всего, поставлен подъемник. И мы Татьяну трудоустроим. Подъемник не помешает парковочным местам? Нет. Нам в архитектуре сказали, даже собрание дома не нужно будет. Достаточно будет приобрести подъемник, провести реконструкцию небольшую. Там будет косметический ремонт входа. И поставим подъемник, и все. Все проблемы закроются. Ну, я хочу сказать, что саму Наталью Павловну мы очень долго уговаривали прийти к нам сюда в студию. Она категорически отказалась. Сослалась также на проблемы со здоровьем. Вот. Вы, Эдуард, говорите, что она действительно нелестно как-то отзывается от этого, что была против. Ну, а наши корреспонденты во время того, как снимали сюжет, они тоже услышали ее позицию. И я предлагаю, давайте посмотрим, что она говорит. Вот почему-то инвалиды, мы должны их на руках носить. Они... Мы вообще хотим добиться... По жилищному кодексу все помещения жильцам принадлежат, понимаете? А город вот все приватизировал, и крыши, и подвалы сдают, а мы что? Мы бы за эти деньги сдавали бы ему бы, но он бы платил бы на дом. Мы бы за ремонт сделали на эти денежки, понимаете? Вот оно, да. Получается, что человеку просто не вы даже мешаете, а мешает то, что помещение, получается, простаивает. Могло бы приносить прибыль. Да, оно могло бы приносить прибыль, и сдавать оно могло бы точно так же. Причем самое интересное, что он отметил в конце, что могла бы сдавать именно Эдуарду. Это вообще нонсенс просто. Я вам скажу так. Мы арендуем это помещение, мы платим вовремя арендную плату, вносим. Мы платим бджет за коммунальные услуги, и тот же ремонт этого дома мы тоже оплачиваем. И домовую территорию оплачиваем уборку. Мы все платежи, которые связаны с этим домом, также ложатся на наши плечи. Мы все это платим. Ну что я еще могу сказать? Недостаточно. Недостаточно. Да, надо еще отдельно платить. Наталья Павловна. Хотелось бы возразить по поводу того, что Татьяна сказала, да? Да, да, да. Хотелось бы возразить по части того, что она уговорила жильцов проголосовать. Дело в том, что законом прямо предусмотрена обязанность сделать пандус либо лифт, если в доме живет инвалид. А, допустим, по новым нормам и правилам при строительстве, вне зависимости, будет там жить инвалид или нет, эти все устройства должны быть предусмотрены. В данном случае получается, что в данном доме находятся три входа, которые используются. Первое – это жителями, второе – предприятием общественной организации инвалидов и третье – библиотека. Поэтому прямое указание закона говорит о том, что все три входа должны быть оборудованы данными устройствами. В связи с чем… То есть получается, что даже подписи не нужно было собирать? Нет, конечно, нет, конечно. То есть жильцы даже не имеют права быть против этого? Да. И, конечно, высказывание вот этой управляющей, оно не совсем корректно в отношении инвалидов. Вот, поэтому как бы, ну, любой может оказаться на этом месте. Поэтому не стоит так себя вести в угоду выгоды, вот, какой-то личной. Поэтому хотелось бы просто… Скажите, вот даже если, допустим, возможен такой вариант, да, из подвала можно сделать коммерцию какую-то? И еще причем, чтобы эти деньги шли на счет дома. Какую коммерцию? Ну, допустим, сдавать это помещение тому же самому Эдуарду. Во-первых, они должны забрать, для этого должны быть основания. На сегодняшний день, насколько мне известно, собственником данного помещения является администрация, как юридическое лицо. Соответственно, в соответствии вот договор, который я изучил, администрация сдала в аренду долгосрочное общество инвалидов, на которое пришли те же права за исключением продажи данного помещения, то есть владение и пользование перешли, и они пользуются такими же правами, как и собственником практически, за исключением отчуждения. Поэтому вот этот вопрос какой-то эмоциональный, на мой взгляд, о том, что мы заберем там и так далее, ну, это все на уровне какого-то базара, да, и смешно просто слушать от управляющих такие вещи. Ну, в любом случае, товарищ менеджерис, она к нам сегодня не пришла. Я напоминаю, что мы ее уговаривали очень долго, но вопросы к ней, конечно же, остались. И единственное, что я сейчас предлагаю, это дозвониться ей в прямом эфире. Я очень прошу нашего звукорежиссера сейчас попробовать набрать ее номер телефона. Вот уже пошли гудки. Да, она не поднимет рук. Ну, будем надеяться на ее... Наверное, ждет, что сейчас... Ей же придется на вопросы отвечать, поэтому... Конечно. Я думаю, она, наверное, никак ответить не сможет. Я думаю, она сможет передать, что и нет. Но при этом, Наталья Павловна, она, когда мы с ней разговаривали за кадром, вне камеры, просто договаривались с ней о съемках, она уверяла, что она всегда находится дома и что в любой момент, конечно же, может подойти, поговорить. Но вот она не взяла трубку, и это, наверное, все-таки показатель того, что мы вправе, наверное, сейчас решать за жильцов. Мы дали им возможность высказаться, мы сделали все возможное, но она оставила это без ответа. В любом случае, жильцы должны доказать, в первую очередь, если они с чем-то не согласны, они в любом случае должны доказать, в чем нарушаются их права и законные интересы, расположением данного помещения, деятельностью данной организации и так далее. Соответственно, если они предоставят какие-то документы, которых их на сегодняшний день нет, они там, ну, могут быть, наверное, могут выйти с иском в суд, с исковыми требованиями. Но с какими требованиями, мне вот непонятно, как адвокату. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Эдуард, скажите, вот еще такой момент. Наталья говорила, Наталья Павловна говорила про то, что какой-то есть подход к коммуникациям через ваше помещение. То есть к коммуникациям дома, там, если что-то починить, то это все через вас. Это действительно так? Я сейчас объясню вам. Значит, вход в подвал осуществляется двумя способами. Либо через наше помещение, оно проходное, да? Либо с другого торца есть вход, то есть там люк открывается, есть железная лестница, также в общий подвал. Я несколько раз предлагал, давайте расконсервируем этот вход, да? Обустроите его там. Может быть, мы с чем-то поможем. И так как открывается мастерская, у нас очень дорогая аппаратура закуплена, диагностическая, да? И, ну, нежелательно попадание туда посторонних лиц. Вот. Я был с этим вопросом в бюджете. Ну, вот. Руководитель бюджета мне сказал, что как бы сейчас ключи находятся от подвала, от нашего, да, помещения находятся в бюджете, постоянно ключи находятся. Он сказал, даже ключи нам не нужны, нам достаточно номер телефона, чтобы мы могли позвонить, если вдруг аварийная ситуация какая-то случится, чтобы мы открыли, приехав, и они попадут уже в подвал. Те коммуникации, которые в основном находятся в доме, они также доступны через второй вход. То есть можно спокойно пройти, вы абсолютно не мешаете? Нет, нет, абсолютно. Артем, вы скажите, вам вообще часто приходится сталкиваться вот с таким непониманием каким-то человеческим, да? Вот вроде и действует у нас даже программа, вот, доступная среда, но постоянно вот приходится натыкаться на такие проблемы. Ну, знаете, я вот хочу что сказать. Проблема эта действительно большая, серьёзная, и, ну, давно пора уже на неё действительно серьёзно обратить внимание. И вот у нас есть организация «Благое дело» Геннадий Антропов, который тоже там в подвальном помещении, в убогом абсолютно находится, да, хотя делает замечательные мероприятия, великолепные. Весь край, вся страна это всё видит. И другие организации, которые точно так же в подвалах ютятся. Ну, я считаю, что это неправильно. То есть давно пора уже сделать какой-то ресурсный центр, ну, например, допустим, где бы Эдуард ремонтировал спокойно и в нормальном доступе телерадиоаппаратуру, где другие могли бы заниматься какими-то, вот, как Геннадий Антропов, поделками, там, да, и люди могли бы спокойно приезжать, парковаться, где были бы парковочные места. И не только с города, но и с края, потому что проблема эта существует. И когда люди, допустим, вот у нас, наша организация тоже находится в подвальном помещении, припарковаться негде. Ну и опять же, ремонт колясок, вот где он организован? У нас в крае, получается, такого нет. А людей, тем не менее, порядка тысячи человек на колясках. Фронт социального страхования ежегодно выдаёт эти коляски. Кто их должен чинить? Ну, получается, что всё это, ну, такой вопрос открытый. Вот, поэтому, конечно, тема эта назревшая, и мы можем бесконечно долго обсуждать там подвалы, там, подходы к трубам и так далее. Но если мы не сделаем вот такое вот помещение, отдельно стоящее здание, для нужд инвалидов, ну, вот, я считаю, что это просто неправильно. То есть надо как можно скорее обратить внимание нашим властьимущим, подойти более серьёзно к этому вопросу, и сделать вот такой вот ресурсный центр, где люди могли бы что-то ремонтировать, что-то создавать своими руками, вплоть даже до того, что учиться, опять же, там, допустим, работе на компьютере, просто бизнесу, там, юридические какие-то вопросы, да, то есть был бы юрист, к которому можно было бы приходить задавать вопросы. Я думаю, палата адвокатов Приморского края удовольствием бы присоединилась к такому начинанию. Вот, ну, потому что вопросы возникают часто, к нам в организацию звонят. Вот, поэтому проблема эта есть, и её нужно срочно решать. Скажите, а есть примеры такие вот у нас в стране или где-нибудь за рубежом? Есть, конечно, да. Вот в Москве совсем недавно такой ресурсный центр открылся. Есть такой депутат, значит, Крупейников, тоже он колясочник. И вот он смог пролоббировать такой вот центр, я не знаю, там, трёх- или четырёхэтажный, огромное здание, полностью оборудованное, везде и туалеты, ну, удобные, доступные, и кабинеты все очень удобные, и подъезды, и парковочные места. В общем, полностью такой вот центр, который, и опять же, это и диспетчерская, которая будет помогать, и нужды города какие-то, значит, тянуть. Вот, и есть в Калининграде такой ресурсный центр, я знаю, тоже Роман Аранин, тоже у него организация «Ковчег», вот он в своё время, когда только он начинал, обратил на нас внимание, ему понравился наш подход, он тоже попросил название. Я говорю, хорошо, без проблем. И, кстати говоря, сейчас «Ковчег» уже по стране очень активно развивается, потому что людям нравится подход, который наша организация делает. И, ну, в общем-то, я надеюсь, что скоро по всей стране вот такие вот центры будут открываться. Это давно пора, это назрело. И, кстати говоря, я вот по миру проехал, по Америке, по Европе, посмотрел. Ну, такие центры там есть. И нам поскорее такое тоже нужно построить, потому что у нас тенденция в организациях инвалидов очень такая бурно развивающаяся. И сейчас самое время, чтобы вот такой центр построить. Там можно было бы сделать и бассейн адаптированный, там можно было бы сделать и тренажёрный зал удобный, там можно и парикмахерскую открыть. Ну, в общем, сделать полностью всё, и зубоврачебный кабинет. Ну, такой вот центр, который просто необходим для наших всех людей. Ну, я хочу вот просто ещё жильцам напомнить, вот, исходя из того, что вы говорите, стоит обратить внимание, что сами люди с ограниченными возможностями, они-то, собственно, и по своей воле занимают эти помещения. Просто негде, просто нет других помещений. Александра, ну, вот, наверное, к вам ещё вопрос. Скажите, а как часто к вам обращаются вот инвалиды, люди с ограниченными возможностями, вот вообще в практике, чтобы решать какие-то такие проблемы? Честно говоря, ну, в моей практике не было. Первый раз. Ну, вот я столкнулся с этим. Потому что, ну, как бы вопрос такой, знаете, он, скорее всего, мини-юридический, да, моральный. Поэтому я думаю, что... И тем более существует программа правительства, а есть обращение президента к федеральному собранию. Именно он акцентировал внимание, чтобы больше внимания уделяли и улучшению жизни инвалидов. Вот. И я считаю, что не только государственные органы и муниципальные предприятия должны на это обратить внимание, но организации любой структуры. Скажите, вот сейчас Эдуард со своими сотрудниками, он может спокойно, не волнуясь ни за что, что их оттуда выселят, или ещё что-то работать и продолжать делать? Безусловно. Безусловно. То есть закон на их стороне? Конечно, конечно. А как их могут выселить? Ну, и каким образом? Через самоуправство. Ну, для этого существует административная, уголовная ответственность. Поэтому если жильцы, ну, хотят испытать судьбу, то, ну, пускай попробуют. Отлично. Вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш эфир. Это была программа «В центре внимания». И будьте добрее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова